Вечер добрый, в эфире Астанат Таймс, в студии работает Жанна Ситхан и коротко главно. Страшный пожар на заправке в Петропавловске. Пожилой мужчина получил тяжелые ожоги. На тушение пожара были привлечены 9 единиц техники и 43 человек личного состава департамента по учреждению ситуации. Что стало причиной ЧП? Двухлетний ребенок умер в Кокшетау. Родители отказались от переливания крови по религиозным убеждениям. Основная судебная медицинская эксплуатация, которая определит, почему произошла эта смерть. Грозит ли им за это тюрьма и можно ли было спасти младенца? Опасные бездорожья. Плохие дороги в Казахстане признали причиной бесконечных ДТП. Ежедневно в авариях гибнут 5-6 казахстанцев. И за каждым ДТП судьбы людей. А всему виной не только сами водители, но и состояние дорог признали в МВД. Что предлагают для решения проблемы в правительстве? Нашумевший инцидент с изнасилованием первоклассника в одной из элитных школ Алматы прокомментировал первый вице-министр внутренних дел. Марат Кужаев сообщил, что у полиции ведется досудебное расследование. Однако подозреваемого в деле пока нет. Пока нет таких сведений. Обходимые экспертизы назначены и по ребенку, и просмотр камер проводится. Напомню, о надругательстве над ребенком сообщила его мать. Женщина записала видео, в котором подробно рассказала, что ее 7-летний сын вернулся со школы в порванных брюках, а на нижнем белье она заметила характерные пятна. В Акмолинской области родители отказались от переливания крови своему ребенку по религиозным убеждениям. Двугодовалый малыш скончался в реанимации спустя 4 дня. Эту историю общественность обсуждает вот уже несколько дней, а сегодня о ней высказались в МВД. Не исключено, что родители могут предстать перед судом после окончания расследования трагедии. В полиции завели уголовное дело. Это назначена судебная медицинская экспертиза, которая определит, почему произошла эта смерть, связана ли это именно с этим отказом, бездействием врачей, или это смерть. Произошла именно от заболеваний, поэтому давайте дождемся результатов судебно-медицинской экспертизы, по которой дальше будут проводиться профессиональные действия. Страшный пожар произошел в Петропавловске. На газозаправочной станции загорелась цистерна с топливом. Пожарным лишь чудом удалось избежать загорания еще одной такой 10-кубовой емкости и не допустить того, чтобы огонь перекинулся на ближайшее СТО. Правда, не обошлось без пострадавших. 65-летний водитель автоцистерны получил серьезные ожоги. Он сейчас находится в реанимации одной из городских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». «На тушение пожара были привлечены 9 единиц техники и 43 человек личного состава Департамента по очередшим ситуациям. Кроме этого, были привлечены 3 автомашины скорой медицинской помощи, а также сотрудники Департамента полиции для оцепления места пожара. По прибытию было выявлено, что горит заправляющая автогазосистерна». Ежедневно на дорогах погибают 5-6 казахстанцев. Четверть из них гибнет под колесами авто на пешеходных переходах. Самые тяжелые ДТП происходят на загородных трассах. При этом всего на 5 регионов приходится половина аварий страны. Причины тому, кроме отсутствия культуры вождения и дисциплины у водителей, в состоянии дорог и инфраструктуры. И это не жалобы автолюбителей, а выводы самих чиновников. Факт признали в правительстве. О ситуации на дорогах и их состоянии расскажут мои коллеги. «Безопасность на дорогах страны сегодня обсуждали в Кабмине. Аварийность хоть и снизилась, но все еще остается тревожной. Ежедневно в авариях гибнут 5-6 казахстанцев. И за каждым ДТП судьбы людей. А всему виной не только сами водители, но и состояние дорог. Признали в МВД». Одна из основных причин – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов. На нерегулируемых переходах в пять раз чаще допускаются тяжкие ДТП. К слову, если ДТП произошло из-за плохого состояния проезжей части, то казахстанцы могут смело идти в суд. И если все-таки это удастся доказать, рассчитывать на компенсацию. Уже в кулуарах заседания добавил Кожаев. «Если причиной ДТП будет признано состояние дороги, в результате которого водитель не имел возможности предотвратить данное ДТП, он имеет право подать иск в жиданском порядке. И такие факты у нас имели место. И люди получали компенсацию за вред причиненными его транспортным средствами и имуществами». Отмечу, всего на пять регионов страны приходится половина всех аварий и летальных случаев. В них речь об Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и ЖТСУ. И ужесточение ответственности не дисциплинирует водителей, говорит Алихан Смаилов. «Мы ужесточаем уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Но в то же время полиция по-прежнему задерживает тысячи нетрезвых водителей и ранее лишенных прав вождения». «Цифры говорят сами за себя. С начала года полицейские задержали и арестовали 15 тысяч пьяных водителей. Еще 9 тысяч лишены права вождения за другие правонарушения. Это результат снижения требований к автошколам и обучению в целом, считают в правительстве. Похоже, в этом вопросе стоит ожидать новых правил». «Поручаю проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств. Этот шаг не оправдал себя». «Судя по всему, автолюбители страны ждет масса новых требований. Критиковали на заседании и процедуру прохождения техосмотра. Мол, операторы станции работают исключительно ради выгоды. В МВД предлагают внедрить их лицензирование. Возвращаясь к ситуации на дорогах, отмечу, что Астана входит в список городов, где аварии чаще всего происходят со смертельным исходом. А как обстоят дела на севере страны, расскажет моя коллега Анастасия Дроняк». «Спасибо, Яна. Неутешительная статистика с ДТП и на севере страны. По данным полицейских, с начала года на дорогах региона произошло 268 аварий. В них погибли 34 человека. Еще 386 получили увечья. К слову, правоохранители не считают отдельно случаи на хороших и плохих дорогах. А власти Петропавловска признают, масштабную ремонтную кампанию на дорогах начали, чтобы сократить количество ДТП и снизить градус недовольства среди горожан. Впервые на подобные работы выделено рекордное количество бюджетных средств – около 8 миллиардов тенге. В порядок приведут дорожное покрытие на более чем полусотни улиц». «Работы по среднему текущему ремонту завершены на 46 улицах. Общая протяженность 46 километров. В этом году текущий ремонт ведется тремя способами. Это ямочный ремонт, маршрутный и сплошной. По завершению работ по определенным улицам у нас в Центр качества экспертиз. Они выезжают, берут пробу данной улицы и проверяют уже качество самого асфальта. Теперь возмущение автомобилистов и пешеходов вызывают разве что перекрытые участки улиц. Но в основном относятся с пониманием. «Дорога хорошая сейчас. Дорога сейчас чем-то меньше. Сейчас дорога хорошая, полоса положено перестроиться. Левый, правый – все хорошие состояния». «То есть можно потерпеть?» «Да, терпеть надо». «Нормально все? По городу, да, ремонт идет. Но это диванные критики их. Им рот никогда не закроешь. Везде так». Насколько обновление городских дорог поможет снизить аварийность, будет понятно уже по итогам года. Между тем, в городском Акимате сообщают, что приступили к разработке документации на ремонт еще 30 улиц. К нему планируют приступить в 2024. Анастасия Дроняк, Яна Гладкова, Астана Таймс. Пособников-мошенников задержали в Актубе. Ими оказались курьеры, которые передавали деньги обманутых граждан злоумышленникам. В основном среди жертв пожилые люди, а схема была банальной. Пенсионерам звонили на городской телефон и сообщали, что их родственники якобы совершили страшную аварию. Требовали отправить сбережения на лечение пострадавших, а далее в дело включались курьеры. Правда, последние уверяют, что работу нашли в соцсетях и не догадывались, что стали соучастниками преступления. Через социальную сеть Инстаграма мне предложили курьерскую работу с хорошим заработком за короткий срок премии. После задержания с обманниками полиции узнал, что я был вовлечен мошенниками в уголовное право нарушение. Задержанные курьеры рассказали, что за вознаграждение в 10% от полученной суммы они должны были перевести деньги на указанный счет. К слову, выманили у пенсионеров несколько миллионов тенге. Теперь пособникам мошенников грозит до двух лет тюрьмы. В течение сентября оставили без денег 8 пожилых людей. Так, 90-летняя пенсионерка подобным образом им отдала 2 миллиона тенге. А в другом случае 68-летний пенсионер передал им более 1 миллиона тенге. По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 190 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В кабинете профессора, геолога Марины Мизерной, висит карта месторождений Восточного Казахстана. Разными цветами отмечены залежи полезных ископаемых. Преимущественно все они разведаны еще во времена СССР. А вот красным цветом отмечены так называемые редкоземельные и редкометальные руды, которые президент назвал второй нефтью для страны, из-за которыми, уверена и профессор Мизерная, будущее. И именно в Восточном Казахстане имеется так называемый Калбано-Рымский редкометальный пояс, который считается наиболее перспективным для дальнейшего изучения. Дело в том, что здесь есть и оловый тантал, здесь есть литий, здесь есть редкоземельные элементы торий, там, стронцы и все это. Ну, в общем, целая таблица Менделеева фактически здесь. И да, действительно, редкоземельные элементы, они могут встать второй нефтью в Казахстане. Нашей съемочной группе даже посчастливилось поддержать в руках образцы геологоразведки. Вот в этих тяжелых камнях, которые поблескивают на солнце, и находится редкометальный литий, без которого не обходится производство сотовых телефонов, ракет, самолетов. И только в восточном Казахстане находятся несколько сот редкометальных и редкоземельных месторождений. Недра всего Казахстана таят в себе еще немало сокровищ, уверен Касымжимар Тукаев. В своем сентябрьском послании президент поручил провести грамотную и масштабную геологоразведку. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере. Как итог, в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. Ученые согласны. Геологоразведка нуждается в полной перезагрузке. Ректор технического университета Саулера Ахмитулина недавно побывала на форуме геологов. Говорит, было жарко. Говорили и о дефиците кадров, и о том, как наверстать годы без геологических открытий. Конечно, у нас были и есть крутые специалисты, но многие из них уходят на производство. И сейчас, я думаю, как раз наступает тот ренессанс этой отрасли, когда особое внимание будет уделяться геологии. Действительно, у нас те, скажем так, запасы нашего сырья, они рассчитаны на ближайшие 12-15 лет. И далее уже нам необходимо сейчас уже открывать новые мероприятия. А в Актюбинской области к 2026 году планируют запустить сразу два крупных предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых. Крупная турецкая компания планирует заняться разработкой никель-кобальтовых рудников. Сейчас масштабный проект находится на согласовании в Министерстве промышленности и строительства. Другой проект – строительство горно-металлургического комбината на месторождении золота. Его реализацией будет заниматься отечественная компания. Конечным продуктом станет сплав Доре, который используется в радиоэлектронике. У нас есть Алтн-Экс, это в Малжарском районе, который сейчас на данный момент разрабатывает золото-рудное месторождение. И в планах построить горно-металлургический комбинат. Можно сказать, из золотоизвлекательную фабрику, где конечным продуктом планируется производство сплава Доре. То есть это первичный материал, получается, руду добывают, сплав Доре делают, и из этого сплава, получается, мы получаем золото. Эксперты уверены, возрождение геологоразведки и открытие новых добывающих и перерабатывающих предприятий оживит многие районы. А возможно, на карте появятся и новые города. Ирина Якуина, Ольга Литвина, Нуркенджал Мухан, Рина Джумагулов, Астана Таймс. Закон об общественном контроле позволит казахстанцам участвовать в делах государства. Такое мнение высказали мажористмены партии Аманат. Напомню, документ был подписан президентом накануне. Теперь по закону петиции, которые наберут более 50 тысяч подписей, будут рассматриваться на уровне правительства. Кроме этого, казахстанцы смогут создать контрольную организацию и проверять те или иные объекты. Права и обязанности обеих сторон четко прописаны в законе. Граждане на местах могут самоорганизовываться, и это даст им право проверять объекты. Поэтому я убежден, что этот закон будет способствовать развитию общественных отношений. И что самое главное, непосредственному участию населения в делах государства. Депутат фракции Аманат Жилдус Сулейменова отметила, что общественный контроль позволит эффективнее решать проблемы, которые вызывают резонанс в стране. Иными словами, появится возможность обеспечить прозрачность. Родители, чьи дети проходят воинскую службу, а также их близкие родственники, смогут осуществлять общественный контроль над питанием и образовательными программами в подразделениях, а также следить за ходом военных учений. Срочные меры по улучшению экологической ситуации в Атравской области требуют принять мажоресмены. Они посетили несколько промышленных объектов, а также встретились с жителями Досора и Кульсары. Депутаты привели данные Минэкологии, по которым более 85% загрязнения воздуха в регионе приходится на предприятия по добыче нефти и газа. Народные избранники считают, что если компании не прекратят загрязнять окружающую среду, то контракты с ними нужно расторгать. Еще одной темой встречи стали вопросы обмеления Каспия и реки Жаек, а также рекультивация загрязненных земель и очистка сточных вод. Мы видели те проблемы, которые есть. Мы видели зараженную землю, мы видели озера нефти разлитые. И вместе с тем мы видели экологов, которые пытаются эту землю рекультивировать. И мы беседовали с представителями компании ТШО. К сожалению, прямо на разных языках говорят с администрацией, с землепользователями. Нет такого полного понимания, которое должно быть. На ресурсы госорганов Казахстана совершено более 160 миллионов кибератак. Об этом Касымжумарту Токаеву сообщили эксперты Государственной технической службы. Главе государства на предприятии показали, как обеспечивают информационную безопасность. Президенту продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра, Центра управления сетями телекоммуникаций, Службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Касымжумарту Токаев отметил, что важно развивать механизмы, которые обеспечивают работу информационной инфраструктуры республики. Студенты и волонтеры будут принимать участие в 21-м заседании Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Это своеобразные новшества данного мероприятия, отмечают эксперты. Напомню, съезд состоится 11 октября в Астане, и пройдет он под председательством спикера Сената парламента Республики Казахстан и руководителя Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулина Ашимбаева. Также ожидается участие религиозных лидеров мировых и традиционных религий из Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана и других стран. Специалисты также рассказали, какие вопросы планируют обсудить делегаты. Одним из особенностей этого Секретариата является участие молодых студентов в качестве волонтеров, которые будут помогать нам, организаторам в проведении и организации этого мероприятия. Они задействованы у нас на всех площадках, на самом Секретариате съезда, в пресс-центре, в культурной программе. Самим ребятам это очень интересно. Вопросы согласия и установления мира будут самыми основными на съезде. Кроме того, на диалоговой площадке будут обсуждаться вопросы по предотвращению распространения религиозного терроризма и экстремизма. Это большой форум, который предлагается в целях содействия мира, согласия, и Казахстан принимает в этом участие. В преддверии Дня учителя в Павлодарском областном филиале партии «Манат» прошел форум «Устаз Логимес Логузмет». Педагоги не только поздравили друг друга с профессиональным праздником, но и обменялись идеями, обсудили проблемы и решение образовательных задач. В предвыборной кампании партийцы сделали акцент на поддержку семьи и детства, а также интересах учителей, чтобы у всех были равные и достойные возможности и в получении знаний и достойном труде отметили участники встречи. Сегодня партия делает все то, чтобы в первую очередь в дорожную карту вошла, это обновление материально-технической базы школы, это вопрос кадров, это качественное образование сегодня. Дело в том, чтобы на сегодня, чтобы качество знаний на селе и в городе было равными, одинаковыми, созданы условия были для того, чтобы на селе пребывали молодые специалисты, педагоги. Учителя из сельских школ говорят, что их ученики не уступают своим городским сверстникам, они пытливые, любознательные, у них есть стимул хорошо учиться и поступать в вузы по образовательным грантам. И важно, что партия МОНАД держит на контроле оснащения и строительства школ, отмечают педагоги. Если брать нашу школу, наши дети смело на уровне городского ребенка поступают по гранту. Именно только подготовленный педагог может дать достойные знания ученику. На сегодняшний день в нашем коллективе довольно квалифицированный коллектив. На село, наоборот, идут очень много учителей с желанием работать, потому что все-таки в селе есть еще хорошие надбавки по сравнению с городом. Но именно по материальной базе, конечно, любая сельская школа уступает городским. Однако хочется сказать, что сейчас, благодаря госпрограммам, у нас очень много сельских школ ремонтируется, производится капитальный ремонт, либо полностью строятся новые школы. На этой неделе казахстанские учителя отметят профессиональный праздник. По всей стране, согласно официальной статистике, работает свыше 500 тысяч педагогов. И в их числе и преподаватели русского языка и литературы в школе-гимназии столицы Санья Баймагамбетова. На своем посту она уже три десятка лет, и главная особенность ее работы в том, что к каждому ребенку она относится как к собственному. История одного учителя в материале Даны Ермак. Рабочий день учителя русского языка и литературы Саньи Баймагамбетовой начинается в половине восьмого утра и не прекращается практически до позднего вечера. За это время она успевает не только преподавать предмет детям, но и проверять тетради, заполнять электронный журнал. Еще постоянно быть на связи с родителями школьников. И в таком ритме уже 30 лет. Но усталость от своей профессии, говорит Санья Баймагамбетова, не чувствует. Напротив, каждый день встречает с улыбкой. Приходя в школу, я стараюсь, например, всегда улыбаться, радоваться жизни, потому что, глядя на тебя, дети тоже заряжаются твоей энергией. Мне уже за 50 лет, но я много чему учусь у наших детей, поэтому мы развиваемся. И когда узнаешь, что твои бывшие ученики достигли определенных результатов, это, конечно, считается, что это наш труд. Мы не зря вложили в них эти знания. И мы учителям не только учим детей, например, даем знания, мы их учим жизни. Хотя были времена, когда Санья Айджановна пробовала себя и в других сферах, но в итоге снова возвращалась в любимую школу. Педагог убеждена, учитель это призвание. Она в идеале знает произведения Пушкина, Достоевского и Толстого. Многое люблю читать. Я прочитала практически всех русских классиков, зарубежных. Сейчас, например, когда даже с детьми работаем, иногда нет времени что-то перечитывать. Мы вот этот багаж достаем из своей головы, потому что все это у нас осталось. В школе это действительно, это мое жизненное кредо. Я люблю детей. В настоящее время в рамках реализации предвыборной программы партии Аманат разрабатывается концепция воспитания улт-тохторбия улт-булашага. Цель привить продрастающему поколению здоровый образ жизни, интеллектуальное и культурное развитие. В этом принимают активное участие и учителя школы. Так, по словам Сани Баймагамбетовой, они со школьниками часто устраивают пикники, ходят в кино, выходят на субботники. А еще помогают пожилым людям и малоимущим семьям. У нас есть бабушки, которые нам вот именно партия Аманат в списке давали. Это их поехали поздравить. День пожилого человека мы со своим классом вышли вот сюда на улицу, на Баужанному шову. Мы приготовили открытки небольшие, сами распечатали их, купили по плитке шоколада и подарили минуту радости людям преклонного возраста. Я думаю, что мои дети, вот ученики, сейчас они в 10 классе, например, когда они вырастут, они тоже продолжат эту работу. У Сани Баймагамбетовой есть трое своих детей, но при этом она считает родным и каждого своего ученика. Кроме знаний, она также прививает им отзывчивость, добро и милосердие. Дана Ермак, Саматур Мбаев, Астана, Таймс. Лишь 18% женщин работают в местных исполнительных органах. Об этом заявила депутат-мажилиса Каракат Абден. По ее словам, если в стране 75 замакимов областей, то только 5 из них это представительницы слабого пола. Эти и другие проблемы казахстанки обсудили на первом республиканском слете сельских женщин Олтрухуном и Асе Аулана. Особое внимание уделили вопросам насилия, разводов и повышения цифровой и финансовой грамотности женщин на селе. Президент страны четко дал свое видение, дал поручение довести представленность женщин в квази-государственном секторе до 30%. На сегодняшний день статистика говорит о том, что даже там у нас представленность женщин не превышает 6-7%. Есть очень большой пласт вопросов по насилию по отношению к женщинам и детям. Если учитывать, что 40% нашего населения это женщины и большинство многодетных семей проживает в аулах, в сельских местностях, это очень большой такой наболевший вопрос. Особенно участников слета волнует проблема развода в Казахстане. По словам экспертов, в стране разводится каждая третья пара. К примеру, в Кустанайской области для сохранения семьи действуют целые программы. Благодаря им, по сравнению с прошлым годом, в регионе количество разрушенных браков уменьшилось на 15%, говорит депутат областного Маслихата. Ведутся переговоры отдельно с женской половиной, мужской половиной. Проводятся беседы психологического помощи определенной. То есть это пул, комплекс мероприятий, которые проводятся для сохранения этой семьи. То есть тогда, когда мы даем им месяц на раздумье, вот здесь проводится эта работа. День пожилых людей продолжают отмечать в Астане. На этот раз для более чем тысячи пенсионеров и ветеранов организовали концерт, где гости смогли не только послушать хорошую музыку, но и провести время в общении. Более тысячи пенсионеров и ветеранов столицы стали почетными гостями праздничного концерта Атаана Олагата, Рпака Аманат. Мероприятие в Государственной академической филармонии имени Рахмадеева приурочили ко Дню пожилого человека. У гостей была возможность не только насладиться хорошей музыкой, но и вдоволь пообщаться. Это не должно ограничиваться только празднованием в течение одного дня. Проблема пожилых людей всегда должна быть во внимании. Нужно всегда оказывать поддержку пенсионерам, за которыми некому поухаживать, тем, кто социально уязвим, помогать по возможности, не забывать о них. В фойе филармонии бабушек и дедушек встречает оркестр. А перед самим концертом была организована выставка изделий, созданных руками пенсионеров. М4 народных хора на сцене будем выступать. Везде нас приглашают, везде мы выступаем, поем народные песни, песни современных композиторов. И участвуем в городе, какие мероприятия проводят ветераны, мы всегда на первом ряду. Кроме того, к этой дате в столице уже неделю проходят десятки выставок, театральных постановок и выступлений. В сегодняшний день по городу есть более 12 тысяч ветеранов. Также для них функционирует по городу пять центров активного долголетия, где они активно проводят свой досуг. Целью данного мероприятия является вовлечение их в общественную жизнь и подарить им хорошее настроение. Как отметили зрители, атмосфера праздничного концерта никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Уже в ближайшие два года в десятки населенных пунктов области Улутау придет качественный интернет. Местные власти приступили к реализации национального проекта, который обеспечит связью школы, больницы и жителей отдаленных аулов. Репортаж Марины Неватовой. Путешествие из Караганды в Жасказган более 500 километров. Автомобилисты часто жалуются на отсутствие сотовой интернет-связи. Хорошая новость. В ближайшие два года вопрос полностью решится. Рассказали в Управлении цифровых технологий области Улутау. Специалисты разрабатывают план реализации национального проекта «Доступный интернет». По нему решено установить специальные вышки вдоль трасс нового региона – Жасказган-Аркалык, Жасказган-Кызларда и Жасказган-Караганда, чтобы сотовым операторам было удобно разместить оборудование. Вышки представляют из-за 60-метровых металлических конструкций, на которых установлена будет базовая станция оператора сотовой связи, по которым будет ловить интернет. Проект предполагается в 2024-2025 году. Сейчас тут работы по разработке соответствующих проектных документаций для того, чтобы определить стоимость этих вышек и финансирование этих вышек. Впрочем, современная интернет-связь должна охватить и 80 городов и поселков Улутау. Также в ближайшие два года. Отличный пример – поселок Корсакпай, в 100 километрах от областного центра. Уже больше года его жители – активные пользователи всемирной паутины. В местном клубе кипит работа по организации концертов. А школьники изучают предметы по дополнительным онлайн-урокам. Когда нам подключили интернет, стало легче и детям учиться, и нам, взрослым, для работы. Нужные материалы ищем в интернете. Школьники готовятся к урокам. Столько всего можно в поселке проводить даже обучающие семинары и телемедицину. Для удобства жителей Жизказгана запустили проект КОМЕК-109. Это служба по приему жалоб и предложений от населения. Вопросы по наладке тепла и водоснабжения, отсутствие электричества и прочие коммунальные проблемы. Операторы адресуют в профильные управления и отделы. За 10 месяцев работы уже поступило 13 тысяч заявлений. Марина Иневатова, Жнайдар Архимжанов, Астана Таймс, из области Улытау. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова